23 февраля 1917 года в Петрограде произошли первые массовые выступления, ставшие предвестниками будущей революции. В Италию, где жил русский философ и революционер Борис Яковенко, вести об этих событиях придут гораздо позже. Но через 7 лет в своей книге «История Великой Русской Революции» он напишет. Революция началась с незначительного повода и разразилась затем с необычайной силой и быстротой. И в этом смысле неожиданно. Никто не думал, что взрыв произойдет так быстро и что события разыграются так молниеносно. Редактор субтитров А.Семкин Уже первые демонстрации в Петрограде привели к кровопролитию. Лишь к вечеру 23 февраля на столичных улицах стало тихо, и высшие чиновники империи вздохнули спокойно. Им казалось, что беспорядки прекратились сами собой. Но долгая зимняя ночь прошла, и наступил новый день – пятница, 24 февраля. Утро начиналось привычно. Рабочие пришли к проходным заводов и фабрик. Но в цеха никто не пошел. Прямо у заводских ворот организовали митинг. Если 23 февраля на улицы вышло около 120 тысяч человек, то 24-го их число увеличилось до 210 тысяч. Агитаторы призывали выходить на улицу. Среди них были представители различных партий. И в первую очередь это были социалисты – меньшевики, эсеры, большевики. Но еще больше активистов не принадлежало ни к каким партиям. Сами события бурных революционных дней выдвинули этих людей на первый план. Их крик заводил толпу и вел ее на петроградские улицы. Силы правопорядка агитаторам не противодействовали. И колонны двинулись к центру города. По всей столице были расклеены объявления генерала Хабалова. Ржаная мука имеется в Петрограде в достаточном количестве. Но это мало кого интересовало. Демонстранты срывали объявления и шли дальше. Раздавались крики «Наневский!» «Наневский!» В толпе пели революционные песни, скандировали лозунги «Долой царя!» «Долой правительство!» «Долой войну!» По дороге манифестанты останавливали трамваи и пролетки извозчиков. Били стекла в лавках. Лишь у мостов демонстрантам попытались перекрыть дорогу тонкие цепочки полиции. Начались стычки. В стражей порядка полетели камни и куски льда. Потом из толпы раздались и выстрелы. Казачьи разъезды никакой помощи полиции не оказали. Забастовщики стали прорываться через мосты или просто переходить Неву по льду. Конные полицейские открыли огонь. Но напор рассверепевшей толпы сдержать не удалось. Полиция разбежалась. И демонстранты заполонили центральные улицы столицы. В полдень 24 февраля городоначальник Александр Балк сообщил начальнику Петроградского гарнизона генералу Хабалову, что полиция не в силах остановить толпу. Хабалов распорядился выслать подкрепление казакам и выдвинуть в центр города гвардейские полки. Гренадерский, Кексгольмский, Московский, Финляндский. Солдаты должны были перекрыть главные магистрали и усилить охрану правительственных зданий, а также мостов, почтовых и телеграфных отделений. Генерал отдал приказ войскам употреблять в дело оружие, не останавливаясь ни перед чем для водворения порядка. К февралю 1917 года в Петрограде и пригородах дислоцировалось 380 воинских частей и армейских учреждений. Численность гарнизона превышала 460 тысяч человек. Из них в самом городе находилось около 200 тысяч солдат и офицеров. Основной силой Петроградского гарнизона считалась императорская лейбгвардия. Старейшими полками были лейбгвардии Преображенский, Семеновский и Измайловский. Однако сами гвардейские части вместе с офицерами находились на фронте. В Петрограде оставались лишь их запасные батальоны. Большинство солдат в них были новобранцами, не знавшими ни боевого духа, ни военных традиций своих полков. Вчерашние рабочие и крестьяне, они не имели никакого боевого опыта. Многие даже не были приведены к присяге, и дисциплина среди них была крайне низкая. Парадоксально, но именно эти формально-гвардейские части оказались менее всего пригодными для наведения порядка. Ответственность за обстановку в Петрограде теперь полностью ложилась на плечи военных. В дело вступала армия, и на первый взгляд положение митингующих становилось безнадежным. Казалось, революция была обречена на поражение. Но демонстрации продолжались всю пятницу. Казаки, которые должны были разогнать манифестации, вели себя нерешительно. Часто казачьи пикеты проезжали мимо собравшихся, улыбались революционным лозунгам, кланились демонстрантам. От этого революционные массы приходили в восторг. Все чаще слышалось «казаки за нас! Казаки за народ!». Несколько веков казачество было опорой императорского престола. Но в феврале 1917-го казаки, находившиеся в столице, все более и более неохотно участвовали в разгоне демонстраций и подавлении беспорядков. Из книги Бориса Яковенко «История Великой Русской Революции». На Невском произошло первое столкновение с полицией, в результате которого оказалось ранено холодным оружием несколько десятков человек. Казаки и войска обнаруживали явное нежелание прибегать к решительным мерам против толпы. А в Могилеве, в ставке верховного главнокомандующего, император Николай II занимался повседневными делами. Главной его заботой была подготовка наступления русской армии. Из столицы приходили лишь сообщения императрицы о болезни детей. В этот день, 24 февраля, император записал в своем дневнике. В 10.30 пошел к докладу, который окончился в 12 часов. Погода была неприятная, метель. Погулял недолго в садике, читал и писал. Вчера Ольга и Алексей заболели корью, а сегодня Татьяна последовала их примеру. О беспорядках императору никто не доложил. Императрица с детьми находилась в царском селе и о событиях в столице также не знала. В обычно шумной государственной думе царило спокойствие. Столица бурлила, а здесь продолжали обсуждать продовольственный вопрос. Заседание проходило гало. О том, что происходит за стенами парламента, напоминал только солдатский караул, прибывший в Таврический дворец, чтобы охранять Думу. В конце заседания депутаты утвердили запрос к Совету министров по продовольственному вопросу. И разошлись. Не ощущалась тревога и в правительственных кабинетах. Генерал-майор отдельного корпуса жандармов Александр Спиридович, занимавший также пост градоначальника Ялты, вспоминал, что в этот день находился в столице и обсуждал с заместителем министра внутренних дел не революцию, а хозяйственные проблемы Крыма. В частности, вопрос ремонта знаменитой Ялтинской набережной. Генерал Спиридович, бывший начальник охраны царя, был опытным борцом с революционерами. Но даже у него не возникло тревоги. Безмятежно было и в Совете министров. Правительство заседало пять часов, но о выступлениях в Петрограде никто даже не упоминал. Министр внутренних дел Протопопов на заседании отсутствовал. А премьер-министр князь Голицын узнал о беспорядках, когда неизвестные остановили его при переезде через Невский проспект. К вечеру 24 февраля митинги и демонстрации вновь пошли на убыль. Их участники разошлись по домам, чтобы следующим утром встретиться снова. 25 февраля 1917 года, по старому стилю. Суббота. Число манифестантов выросло до 300 тысяч человек. Всюду висели объявления генерала Хабалова. Командующий военным округом давал рабочим три дня на то, чтобы прекратить забастовку и вернуться в цеха. У мостов митингующих уже ждали патрули военных и полиции. И снова городовые и солдаты не смогли сдержать толпу. Демонстранты перешли Неву, по мостам и по льду. Главные улицы столицы опять стали местом многотысячной манифестации. Но теперь демонстранты были настроены куда-то как агрессивнее. Полицейских били, отнимали оружие. Когда стражи порядка пытались разогнать толпу, в них летели камни, бутылки. Иногда в городовых стреляли. Силы правопорядка пытались действовать решительнее. На трубочном заводе произошло столкновение с рабочими, и один из работников был застрелен офицером. На Знаменской площади у Николаевского вокзала полицейский попытался отнять у митингующего красный флаг. Вместе с городовыми здесь находились и казаки. Неожиданно один из казаков вынул из ножен шашку и ударил полицейского. Демонстранты добили несчастного пристава лопатами. До этого момента казаки и полиция действовали заодно. Но когда казак напал на полицейского, толпа пришла в неописуемый восторг и принялась качать станичника на руках. В других местах ничего подобного еще не происходило. Выполняя приказ, солдаты стояли лицом к лицу с демонстрантами, патрулировали улицы и охраняли государственные учреждения. Однако солдаты вели себя пассивно. Служащие охранного отделения докладывали. Вызванные в помощь полиции войска, хотя и не выказывают сочувствие демонстрантам, но не оказывают и устрашающего воздействия на участников уличных беспорядков. На одной из улиц, примыкающих к Невскому проспекту, дорогу демонстрантам преградила цепь солдат. Винтовки были взяты наперевес. Штыки примкнуты. Рабочие в испуге отступили. К одному из них подбежал офицер с обнаженной шашкой и потребовал, чтобы рабочие уходили. Тот рванул на груди рубаху и стал кричать «Дайте свободу или убейте меня!» Офицер вложил шашку в ножны и приказал солдатам отходить. Улица бурлила, а Государственная дума продолжала заседать. Правда, в тот день депутаты работали совсем мало. Заседание длилось всего 49 минут. Новое назначили на вторник. Но состояться ему было не суждено. Субботнее заседание Государственной думы оказалось последним в ее истории. К вечеру толпу уже не пытались разогнать. По демонстрантам начали стрелять. Государственная дума уже закончила свое заседание, но городская дума Петрограда продолжала работать. К ее зданию демонстранты принесли тела своих убитых товарищей. Рутинное заседание думы тут же превратилось в шумный революционный митинг. Вдоволь накричавшись, депутаты городской думы разъехались по домам, разошлись и демонстранты. Только теперь, на третий день беспорядков, генерал Хабалов и министр внутренних дел Протопопов доложили императору о происходящем. Реакция царя была вполне закономерной. Повелеваю, завтра же прекратить беспорядки в столице, недопустимые в тяжелое время войны с Германией и Австрией. В дневнике царь оставил такую запись. В Петрограде начались беспорядки несколько дней тому назад. К прискорбию в них стали принимать участие и войска. Отвратительное чувство быть так далеко и получать отрывочные нехорошие известия. Императорский приказ был получен. Генерал Хабалов встретился с командирами воинских частей. Решили действовать по обстоятельствам. Неагрессивные толпы разгонять с помощью кавалерии, по агрессивным и вооруженным открывать огонь. Собрался и совет министров. В первый раз с начала беспорядков правительство обсуждало происходящее на улицах. Министры спорили до 4 утра. В итоге согласились с планом Хабалова, который предлагал для устрашения расклеить по городу объявление с угрозой разогнать демонстрации с помощью оружия. Наступило воскресенье, 26 февраля. Утром императору в Ставку ушла телеграмма. Генерал Хабалов сообщал. Сегодня, 26 февраля, с утра в городе спокойно. Еще оптимистичнее был настроен министр внутренних дел Протопопов. Он доложил, что забастовка рабочих закончилась, и порядок восстановлен. Реальность же была совершенно иной. По всему Петрограду были расставлены патрули военных. Солдаты охраняли мосты. Но в начале 12-го толпы демонстрантов двинулись к центру столицы. Мосты через Неву развели, но это толпу не остановило. Реку опять просто перешли по льду. Центр Петрограда вновь был наводнен демонстрантами. Вновь звучали призывы «Долой войну» и «Долой самодержавие». Объявления Хабалова просто срывали. Днем в Петрограде началась стрельба. В нескольких местах, когда демонстранты попытались прорвать армейские заслоны, по ним открыли огонь. Кое-кто не выдержал, стали разбегаться. Но в этот момент по солдатам открыли огонь и манифестанты. Кто именно стрелял, осталось неизвестным. Но стреляли отовсюду. С крыш, из подворотен, из толпы. На Знаменской площади у Николаевского вокзала огонь по толпе открыли солдаты лейб-гвардии Волынского полка. Стреляли и на других улицах. Счет убитых и раненых пошел на десятки человек. Обстановка становилась все более угрожающей. На окраинах Петрограда начали появляться баррикады. Рабочие громили полицейские участки. Из донесения агента охранного отделения. Невский проспект на всем его протяжении был очищен от толпы. Причем на Знаменской площади чинами полиции подобрано около 40 убитых и столько же раненых. Одновременно на углу Итальянской и Садовой улиц обнаружен труп убитого прапорщика лейб-гвардии Павловского полка с обнаженной шашкой в руке. В пять часов дня на углу 1-й Рождественской улицы и Суворовского проспекта, произведенным войсками по собравшейся толпе залпом, 10 человек были убиты и несколько ранено. Этот день ознаменовался целым рядом кровавых столкновений и стоил манифестующим толпам около 150 мертвых и больше 400 раненых. Около четырех часов дня в Павловском полку была попытка солдатского возмущения. Солдаты из запасных батальонов лейб-гвардии Павловского полка днем несли службу на улицах и были потрясены происходящим. Вечером в казармах появились агитаторы, которые стали уговаривать гвардейцев не стрелять в народ. В результате несколько десятков солдат схватили винтовки и повалили на улицу. Путь им преградила полиция. Началась перестрелка. Стражам порядка подошло подкрепление из лейб-гвардии Преображенского полка. Сбунтовавшихся павловцев загнали в казарму и разоружили. Но часть из них успела убежать, захватив винтовки. Бунт был подавлен, но слухи о нем быстро облетели гарнизон Петрограда. Чрезвычайное происшествие в Павловском полку оказало серьезное воздействие на настроение солдат. Они все больше начинали колебаться. Полиция и преображенцы уже вели перестрелку с павловцами, когда Николаю II доставили телеграмму председателя Государственной думы. Молчавший несколько дней Родзянко теперь бил тревогу. Положение серьезное. Столица анархия. Правительство парализовано. Транспорт, продовольствие и топливо пришли в полное расстройство. Растет общее недовольство. На улицах происходит беспорядочная стрельба. Части войск стреляют друг в друга. Необходимо немедленно поручить лицу, пользующемуся доверием, составить новое правительство. Медлить нельзя. Всякое промедление смерти подобно. Когда Николай II покидал столицу, там царил относительный порядок. Как развивались события, ему не докладывали. Невозможно было поверить, что всего за три дня ситуация вышла из-под контроля правительства, думы, полиции и военных. А потому присланное сообщение показалось императору какой-то нелепицей. Он даже не придал значения этой телеграмме и прокомментировал ее так. «Опять этот толстяк-радзянка пишет мне всякий вздор, на который я ему не буду даже отвечать». В своем дневнике он записал. «Вечером поиграл в домино». Но стрельба по демонстрантам не дала ожидаемого результата. У протестующих росла уверенность в своих силах. Из донесения агента охранного отделения. Народ уверился в мысли, что началась революция. Что успех за массами. Что власть бессильно подавить движение в силу того, что воинские части не сегодня-завтра выступят открыто на стороне революционных сил. Что начавшееся движение уже не стихнет, а будет без перерыва расти до конечной победы и государственного переворота. Несмотря на подобные донесения, министр внутренних дел Протопопов оставался спокоен. Он был уверен, что генерал Хабалов подавит революцию. Но спокойствие Протопопова разделяли не все. Собравшиеся воскресным вечером у премьера Голицына министры наконец решились распустить Государственную Думу. Практически все понимали, что именно думские партии раскачивают ситуацию в столице, поощряя бунт. Голицын уже несколько дней имел царский указ о распуске Думы, где нужно было только проставить дату. О распуске Думы тут же сообщили ее председателю Родзянко. Тот немедленно отправил императору еще одну телеграмму и фактически ставил царя перед выбором. Или отмена указа и уступки Думе, или крушение династии. Это походило на ультимату. Николай на телеграмму не ответил. На Петроград опустилась ночь. Улицы столицы были пустынны, патрулей военных и полиции почти не было. Все дожидались следующего дня. И события не заставили себя ждать. В ночь с воскресенья на понедельник в казармах Волынского полка солдатами была пережита глубокая психологическая драма, исход которой утром 27 февраля предрешил дальнейший ход событий. Весь предыдущий день солдаты провели лицом к лицу с революционной толпой. Митингующие обращались к военным, уговаривали их не стрелять в народ и не разгонять демонстрации. Солдаты слушали эти призывы, и их настроение менялось. В казармы они вернулись угнетенными. И ночью с 26 на 27 февраля обсуждали происходящее. Особенно горячо выступал унтер-офицер Тимофей Кирпичников, крестьянин из Пензенской губернии. Тимофей Кирпичников из семьи крестьян-старообрядцев. Считался первым солдатом, выступившим против царского строя. За что позже временным правительством был произведен в подпрапорщике. По воспоминаниям современников, кичился этими заслугами и вел себя развязно и нагло даже с командирами. В октябре 1917-го попытался вновь поднять бунт среди солдат, уже против нового правительства. Но на этот раз его план сорвался. Солдаты решили, что стрелять по митингующим они больше не будут. Тимофей Кирпичников поднял своих людей затемно. Солдаты разобрали оружие и построились. Когда пришел их командир, штабс-капитан Лошкевич, солдаты отказались его приветствовать по уставу. И вместо «Здравия желая ваше благородие» прозвучала грозная «Ура!». Один из солдат заявил Лошкевичу, что стрелять по демонстрантам волынцы не станут. Тогда офицер достал телеграмму царя с повелением прекратить беспорядки и стал читать ее. Солдаты ответили неодобрительным гулом. Кто-то стал кричать «Уходи от нас!». Штабс-капитан вышел из казармы, чтобы позвонить в штаб и доложить о бунте. Когда Лошкевич пересекал плац, из казармы начали стрелять. Бунт еще можно было остановить. Но остальные офицеры забрали полковую кассу, знамя полка и бросились за ворота казармы. Восставшие солдаты толпой выбежали на улицу. После убийства командира у Кирпичникова и его товарищей дороги назад не было. Им грозил неминуемый расстрел, и волынцы стали вовлекать в мятеж другие полки. Первыми к ним присоединились солдаты Лепгвардии Преображенского полка. Они разобрали винтовки, патроны, взяли несколько пулеметов. Офицеры, пытавшегося остановить их, закололи штыками. К бунтовщикам присоединились солдаты из литовского полка, а затем и другие части. Верная властям военная сила таяла буквально на глазах. Гарнизон столицы восстал. На улицах Петрограда снова собирались демонстранты, но теперь солдаты оказались на их стороне. Вскоре начались пожары. Было подожжено здание окружного суда. Горело жандармское управление. Пылала контрразведка. Толпа захватила главное артиллерийское управление и арсенал. При этом был убит заведовавший складами арсенала генерал Матусов. Было разгромлено Министерство внутренних дел и дом градоначальника. Толпа порой сама не осознавала, что творит. Здесь были сторонники думы, либералы, эсеры, большевики, но большинство составляли простые рабочие, солдаты, студенты, служащие, разносчики из лавок, курсистки, домашняя прислуга, пьяницы и хулиганы. Они не принадлежали к партиям, не имели политических программ и мало представляли себе, за что именно выступают. Их ум будоражили слухи о введении карточек на хлеб, надоевшая всем война, желание немедленно разрешить все трудности и романтическая уверенность в том, что можно улучшить ситуацию прямо здесь и сейчас. Все равно, каким путем. Азарт толпы, осознавшей свою силу и безнаказанность, заставлял еще вчера мирных граждан строить баррикады, бросать в полицию камни и требовать смены власти. При этом никто не смог бы объяснить, какую именно власть они хотят установить. Толпа жила по законам толпы. Услышав выкрики «бей, жги, круши», она била городовых, поджигала лавки и крушила полицейские участки. Люди действительно верили, что эти действия приведут Россию к какой-то иной, еще никому неведомой свободе, к справедливости, порядку и благоустройству. И даже не догадывались, что именно сейчас, сию секунду, они собственными руками уничтожают свою страну, свое будущее и будущее своих детей. Не политики и революционеры, а именно эта толпа приведет страну к войнам, насилию и хаосу, каких еще не знала история. Восставшие стали штурмовать тюрьмы. Были взяты знаменитые кресты, тюрьма Литовский замок и дом предварительного заключения на Шпалерной улице. Вышедшие на свободу политические заключенные бросили в толпу клич «Идти спасать Государственную Думу». В первых рядах выступающих были члены так называемой рабочей группы Центрального военно-промышленного комитета Гвоздев и Богданов, ранее арестованные за организацию массовых забастовок. Они призывали защитить оппозиционную Думу от царского правительства, считавшегося многими средоточием темных сил, заполонивших Россию. Толпа хлынула к Таврическому дворцу. Депутаты Думы уже знали о восстании Петроградского гарнизона. Один из домских лидеров, Павел Милюков, жил прямо напротив казарм волынцев. Но когда солдаты восстали, он мирно спал. Депутата разбудил дворник и сообщил ему важные новости. Спал и депутат Керецкий. О восстании в волынском полку ему сообщили по телефону. Спросунью Александр Федорович не сразу понял, какое значение имеет переход солдат на сторону революции. Но осознав, что происходит, он бросился в Таврический дворец. Заседания Думы в тот день не было, но депутаты собрались на совещание. Они оказались в непростом положении. С одной стороны, Дума официально была распущена, и ее деятельность являлась незаконной. С другой, устраниться от происходящего она не могла. В отличие от Керенского, другие думцы не понимали сути происходящего. Наиболее горячие депутаты предлагали сразу объявить Думу учредительным собранием, то есть принять на себя всю полноту власти. Учредительное собрание – высший государственный орган из депутатов, избранных народом на основе всеобщего избирательного права. Учредительное собрание наделялось исключительным правом определять форму правления и вырабатывать конституцию государства, тогда как Государственная дума состояла из представителей политических партий, часть из которых призывала к свержению монархии в России. Однако брать на себя роль учредительного собрания Государственная дума не могла. В результате споров было принято менее радикальное решение. В думе создали Временный комитет для восстановления порядка. Депутаты решили перестраховаться. Официально дума была распущена, и любые ее действия были незаконными, тем более попытка взять на себя власть в стране. В случае победы правительства все участники этих действий были бы справедливо арестованы за соучастие в государственном перевороте. Но созданный депутатами новый комитет в случае поражения революции всегда можно было представить сторонникам действующей власти. В разгар совещания в зал ворвался офицер с просьбой защитить его. Он был начальником караула, охранявшего думу, и его едва не убили восставшие. Депутаты оцепенели. Первым пришел в себя Керенский. Он выскочил на улицу, схватил за рукав первого попавшегося солдата и заявил «Граждане солдаты, великая честь выпадает на вашу долю – охранять Государственную думу. Объявляю вас первым революционным караулом». Это был звездный час Керенского. Толпа заполонила Таврический дворец, и бывший адвокат произнес перед ней зажигательную речь. Он говорил о революции, требовал не проливать кровь, и тут же пообещал арестовать одного из высокопоставленных царских чиновников – Ивана Щегловитова, председателя Государственного совета Верхней палаты парламента. И действительно, вскоре Щегловитова, которого давно не любила либеральная оппозиция, под конвоем доставили в Таврический дворец. Авторитет Керенского мгновенно вырос до небес. Ему приносили на подпись бумаги, с ним советовались, от него ждали указаний. Один из журналистов спросил Керенского, «Разве вы не знаете, что в данный момент вы всемогущий в России?» «Что ж приятно было это слышать?» – ответил тот. Уличный бунт был беззаконием, но когда к беспорядкам открыто присоединилась Дума, это придало действиям толпы совершенно иной характер. Павел Милюков писал в эмиграции. «Вмешательство Государственной Думы дало уличному и военному движению центр, дало ему знамя и лозунг, и тем превратило восстание в революцию, которая кончилась свержением старого режима и династии». Положение самой Думы изменилось в одночасье. Несколько часов назад она была незаконным органом, нарушившим царский указ. А теперь возглавила государственный переворот, став для многих первым представителем новой власти. Бывший руководитель охраны императора генерал Спиридович так вспоминал об этой перемене. «Теперь в Думу шел всякий, кто считал себя на стороне революции. Солдат, убивший своего начальника, распропагандированный партийный рабочий, интеллигент, мечтавший за рюмкой водки о революции, радикальный журналист, беспаспортный еврей, экзальтированные девицы, молодые люди всяких взглядов и возрастов, авантюристы разных марок и выпущенные из тюрем преступники. Все стремились теперь в Государственную Думу. Дума стала штабом революции. Революция обрела свой первый штаб и получила вооруженную силу. Но она еще не одержала победу. В Петрограде еще оставалась старая власть. Царь находился в Ставке и имел в своем распоряжении регулярные войска. Революцию еще можно было остановить. Днем 27 февраля военный министр генерал Беляев телеграфировал императору в Ставку. Начавшиеся с утра в некоторых войсковых частях волнения твердо и энергично подавляются оставшимися верными своему долгу ротами и батальонами. Сейчас еще не удалось подавить бунт. Но твердо уверен в скором наступлении спокойствия. Для достижения Коева принимаются беспощадные меры. Власти сохраняют полное спокойствие. На самом деле все было совершенно иначе. Верных своему долгу рот и батальонов становилось все меньше. Кроме того, они находились в разных районах города, и их нелегко было собрать в единый кулак. И самое главное, всем этим подразделениям не хватало энергичного и храброго командира. Такого человека искали и нашли. Им стал полковник Кутепов. Александр Павлович Кутепов. Генерал от инфантерии. Во время русско-японской войны служил в команде разведчиков, выполнявших самые опасные поручения. Получил орден Святого Владимира из рук императоров. Первую мировую войну начал штаб с капитаном Лейбгвардии Преображенского полка и находился на фронте. Отличался невероятной личной храбростью, за что награжден орденом Святого Георгия IV степени и георгиевским оружием. Имел звание полковника. Когда Кутепов прибыл в Петроград в краткосрочный отпуск, его неожиданно вызвали в штаб Петроградского гарнизона. Здесь генерал Хабалов лично сообщил Кутепову, что тот назначается командиром карательного отряда и должен навести порядок в городе. Ну что, удачи вам, Александр Павлович. Кутепов принял командование, но тут же на его пути стали появляться самые неожиданные препятствия. Оказалось, что его солдаты со вчерашнего дня ничего не ели. Их вывели на улицы, а о питании никто не подумал. Кутепов приказал, чтобы офицеры сами купили солдатам еду. Затем он встретился с пулеметчиками. На вопрос, могут ли они по первому приказу открыть огонь, Кутепов услышал, что пулеметы к бою не готовы. Машинное масло и вода, необходимые для пулеметов, попросту замерзли. Пришлось послать несколько человек в казарму, чтобы они привели пулеметы в порядок. Несмотря на все эти сложности, полковник вместе со своими солдатами двинулся к Невскому проспекту. На пути его догнали и передали новый приказ идти к Зимнему дворцу. Пробиться ко дворцу через Невский было невозможно. Отряд двинулся по Литейному проспекту. По дороге встречались группы растерянных солдат разных полков. Вслед за своими восставшими товарищами они вышли на улицы, но не знали, что делать. Многие попросту боялись наказания. Кутепов пообещал, что если они вернутся в свои части, то никто не будет предан суду. Солдаты начали расходиться, а отряд Кутепова продолжил движение. Повсюду шла беспорядочная стрельба. Носились автомобили с красными флагами. Кое-где восставшие предпочитали спасаться бегством. Но несколько раз отряду приходилось вступать в бой. Появились убитые и раненые. Силы были явно неравны. Солдат, перешедших на сторону революции, было значительно больше. Чтобы победить, одной только воли гвардейского полковника было недостаточно. Вскоре маленький отряд Кутепова прекратил существование. Его солдаты и офицеры рассеялись по улицам Петрограда. В других частях, сохранявших верность присяге, дела обстояли не лучше. На площади перед Зимним дворцом собрался отряд из солдат гвардейских полков и матросов гвардейского флотского экипажа. Офицеры ждали приказа. Но приказа не было. А морозы стояли крепкие. И прождав несколько часов, солдаты и матросы разошлись. В тот же день пал еще один оплот власти. Охранное отделение. Охранное отделение. Полное название – отделение по охранению общественной безопасности и порядка. Местный отдел департамента полиции и министерства внутренних дел, занимавшийся политическим сыском и расследованием преступлений против государства. Создан в 1866 году после очередного покушения на императора Александра II. Утром 27 февраля к зданию, где находилось охранное отделение, прибыл взвод солдат. Они должны были охранять его офицеров и чиновников. Начальник отделения генерал Глобачев спросил командира, будут ли солдаты стрелять в революционную толпу. Смущенный офицер ответил, что он не уверен в этом. Тогда Глобачев отпустил солдат. Указания от министра внутренних дел не поступало. Когда стало известно, что к отделению идет разъяренная толпа, генерал Глобачев распустил весь личный состав и затем ушел сам. Вскоре толпа ворвалась в упустевшее здание, подвергнув его жесточайшему разгрому. Все архивы и дела были сожжены. Охранное отделение прекратило свое существование. На улицах бушевала революция, когда на квартире премьер-министра Голицына собрались министры. На совещание приехал генерал Хабалов. Он был напуган. Руки командующего военным округом тряслись, голос дрожал. Министрам срочно пришлось прервать совещание. Прошел слух, что к дому приближается толпа. Спустя несколько часов правительство собралось вновь, теперь в Мариинском дворце. Министра внутренних дел уговорили подать в отставку. Люто ненавидимый либеральной оппозиции Протопопов согласился. Но изменить это уже ничего не могло. Кроме того, ключевое министерство оказалось вообще без какого-либо руководства. Вечером князь Голицын отправил царю телеграмму о том, что Совет Министров объявляет Петроград на осадном положении. Глава правительства также просил прислать в столицу популярного генерала и освободить всех министров от занимаемых должностей. В этой телеграмме Голицын признавался, что правительство не может справиться с беспорядками. Телеграмму отправили, министры продолжили совещаться. И тут в Мариинский дворец ворвалась революционная толпа. Начался погром. Последнее совещание Совета Министров Российской империи завершилось. К ночи столица была решительно и бесповоротно в руках революционеров. Даже не присоединившиеся к восставшим войска тщательно избегали всяческих столкновений и держали вооруженный нейтралитет. К вечеру 27 февраля на стороне революции находилось уже более 60 тысяч солдат. Остальные войска Петроградского гарнизона пока еще выполняли приказы своего начальства. Командование военным округом во главе с генералом Хабаловым собралось в здании адмиралтейства. Генералы совещались, выдвигали и отбрасывали разные планы и все больше надежд возлагали на помощь с фронта. В то, что они могут затушить революционный пожар собственными силами, не верил никто. Ночью императору в Ставку ушли две телеграммы. Начальник Петроградского гарнизона генерал Хабалов. Прошу доложить его императорскому величеству, что исполнить повеление о восстановлении порядка в столице не мог. Большинство частей одна за другими изменили своему долгу, отказываясь сражаться против мятежников. Военный министр генерал Беляев. Положение в Петрограде становится весьма серьезным. Военный мятеж немногими оставшимися верными долгу частями погасить пока не удается. Напротив того, многие части постепенно присоединяются к мятежникам. Начались пожары, бороться с ними нет средств. Необходимо спешное прибытие действительно надежных частей, при том в достаточном количестве, для одновременных действий в различных частях города. После того, как отряд Кутепова рассеялся, сам полковник был вынужден скрываться в первом попавшемся доме. На улицах разъяренная толпа разыскивала офицеров. В этом же доме оказались сестры Милосердия, которые предлагали полковнику переодеться санитаром, чтобы незаметно сбежать. Но Кутепов отказался. Милосердия, Проверяйте все комнаты. Ну что там у вас? Открытие. Хорошо. Не спрячься. Эти комнаты проверили? Оттажа выше. Так, а что здесь у нас? Открывай. Посмотрите. Где-то они в доме должны быть. Где-то никого? Давайте этажом выше. Время. Готоват Плэйв! Плэйв! Время! Плэйв! 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 А менее чем через год на Дону он будет участвовать в организации добровольческой армии для похода против большевиков. В это время к нему в штаб привели некоего офицера, который развязно сообщил Кутепову, что желает бороться с большевиками. На вопрос, кто он такой, офицер рассказал, что он был одним из первых солдат, выступивших против царского режима. Это был Тимофей Кирпичников, поднявший бунт в Волынском полку. По приказу Кутепова, так называемый первый солдат революции, был расстрелян на месте. Его тело оставили лежать в придорожной канаве. Вечером 27 февраля в Петрограде сопротивление всех сил, оставшихся верными царскому правительству, практически прекратилось. Все нереволюционные еще оазисы были кругом обложены революционными массами. И их падение было теперь вопросом нескольких часов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok